Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артем и в этом видео хочу начать новый цикл таких, скажем, видеопередач, новый цикл роликов. Будем мы с вами рассматривать различные приложения для платформы Android. И в первом видео мне хотелось бы рассказать о программке Яндекс.Диск. На самом деле, в принципе, приложение уже всем известно и то, что у Яндекса есть такая фишка под названием Яндекс.Диск. Но все-таки данную рубрику хочу начать рассмотрением именно этого приложения. Что позволяет вообще делать Яндекс.Диск? Он позволяет хранить различные ваши файлы на удаленном сервере Яндекса и получать к этим файлам доступ с любого устройства в любой точке мира, где есть интернет. Соответственно, вы также можете и синхронизировать данные между вашим телефоном и вашим аккаунтом Яндекс.Диск. Например, ваши фотографии, которые вы сделали с помощью аппарата, будут автоматически синхронизированы с сервером Яндекса и, соответственно, с вашим аккаунтом. И это очень удобно. Фотографии будут и здесь, и на вашем компьютере. И вы сможете их уже просматривать, копировать и так далее. Делать так называемые резервные копии. У вас, кроме фотографий, будут доступны и другие папки. Папка музыка и так далее. Вы можете создавать любые другие папки. И все эти файлы будут находиться, грубо говоря, как и в телефоне, так и на компьютере. Вы можете любой документ скопировать, например, из интернета и вставить его в какую-то папку, например, на Яндекс.Диске. Тут же этот файл автоматически синхронизируется и с вашим аккаунтом Яндекс.Диск. И вы сможете получить доступ на компьютере. Давайте от слов к делу, где взять приложение. Взять его можно в, соответственно, Play Market. Заходим в Play Market. Здесь поиск. И набираю. Здесь я Яндекс.Диск. Ну, здесь я уже искал. Вот первая строчка. Это Яндекс.Диск. Устанавливаем приложение. Тут кнопочка установить. И все. Оно у меня уже установлено. Выхожу. И сейчас я открываю приложение в телефоне. Здесь, соответственно, вам нужно будет залогиниться, ввести свои данные от аккаунта Яндекса. Это почта и пароль. После этого вы увидите список всех ваших папок, которые вы создавали как в Яндекс.Диске, так и на телефоне, в принципе, тоже. Что, соответственно, можно делать? Во-первых, сам Яндекс.Диск доступен в вашей почте на Яндексе. У вас будет отдельный раздел «Диск». Сейчас я это покажу. Вот у нас здесь компьютер открыт. И вот здесь подозритель «Диск». Соответственно, здесь вы сможете создавать все папки. То есть, я, например, выбираю «Создать папку». Сейчас покажу вам, как это работает. Вот назвал я ее «Три однерки». Все, папка создалась. И теперь она потом будет позже на телефоне. Перемещаемся снова вниз. Чтобы папка отобразилась, заходим в опции. И нажимаем «Обновить». Все, появилась папочка «Три однерки», которую мы сейчас создали на компьютере. Логика, я думаю, понятна. Если мы зайдем в уже предустановленную папку, то есть она по умолчанию создана, фотокамера, то все снимки, которые мы создавали с помощью фотокамеры, встроенной в телефон, будут отображаться и на телефоне, и, соответственно, в вашем аккаунте «Яндекс.Диск». Переходим назад. Ой, закрыл нечаянно. Так, что еще можно? Перемещать любые, соответственно, файлы в папку «Музыка». Они также будут автоматически синхронизированы. Если мы нажмем на плюсик наверху, то программа предлагает нам, что нужно сделать, какие файлы добавить на диск. Картинки из галереи, файлы из телефона, новую фотографию, либо новую папку. Например, файлы из телефона открываются стандартный менеджер файлов. Мы можем добавлять как целые папки, если поставим соответствующую галочку, так и отдельные файлы в папках, если мы зайдем и поставим галочку. Вот, например, есть файл. Мы его выбрали. Нажимаем «Загрузить на диск». И загрузка у нас пошла. Отлично. Файл у нас загрузился. Мы можем здесь еще отметить эти файлы и провести с ними определенные операции. Во-первых, мы можем удалить этот файл нажатием по корзинке. Дальше мы можем эти файлы отправить по Bluetooth, по email, отправить в Facebook, Gmail, по SMS и так далее. То есть ссылку на эти файлы в аккаунте Яндекс.Диск. Нажимаем «Назад». Что еще мы можем делать с файлами? Мы можем с помощью вот этой кнопки сохранить файл в любой папке. То есть файл, который находится в Яндекс.Диске. И мы можем сохранить его локально на наш телефон. Думаю, тоже понятно. Так, что еще? Тут мы что-то закачали. Просмотрели. Дополнительно в опции мы можем его переименовать, этот файл, либо переместить. Соответственно, в любую папку, куда мы хотим. Либо создать новую. Вот такое интересное приложение. Я думаю, логика понятна. Вы можете таким образом синхронизировать данные между вашим телефоном и вашим аккаунтом Яндекс.Диск. И таким образом получать одни и те же данные на любых устройствах в любой точке мира. Если мы зайдем в настройки с вами, в настройки, мы увидим следующие параметры. Во-первых, это учетная запись, под которую мы вошли. Дальше непосредственно мы можем увеличить место на Яндекс.Диске, перейдя на disk.yandex.ru. Дальше у нас есть специальный кэш. В кэше хранятся различные данные, необходимые для работы приложения и для того, чтобы файлы синхронизировались. Иногда этот кэш можно очищать. Дальше. Настройки приложения. Мы можем автоматически загружать фото, которые у нас есть в телефоне на Яндекс.Диск. И можем настроить, хотим ли мы это делать или нет. И по какой сети. У меня выбрано только по Wi-Fi. Если вы выберете по любой сети, будет работать сеть, например, и 3G, и Wi-Fi. То есть какая будет доступна. Будьте внимательны, потому что если вдруг у вас поставлено по любой, при разрыве Wi-Fi, у вас подключится автоматически 3G и могут большую денежку снять за это. Либо не загружать вообще, если мы не хотим. Дальше. Общие папки. Здесь у меня ничего не отображается. Мы можем сделать любую папку общей. Делается это уже непосредственно на вашем компьютере в аккаунте Яндекс.Диск. Там нужно будет пригласить друзей по имейлу, и они получат общий доступ к папке. Какой-либо. И можно делиться файлами между собой. Дальше. Переезд с телефона на телефон. Поддерживается полная синхронизация данных между несколькими телефонами. Ну, здесь есть инструкция. Можете почитать. Сейчас мы это рассматривать не будем. Так, назад, назад. Ну, и непосредственно выйти из этого аккаунта и зайти в другой, либо вообще выйти из программы. Вот такая интересная программулина, интересная софтина. Я думаю, будет интересно. Попробуйте, попользуйтесь, вообще попользуйтесь Яндекс.Диском. У меня, насколько я помню, есть на канале отдельное видео про Яндекс.Диск. И можете его также посмотреть. Что ж, с вами был Артем. Кстати, предлагайте в комментариях к этому видео, какие приложения стоит рассмотреть. Ваши какие-то интересные приложения для платформы Android. В общем, пишите свои предложения, и это будет очень интересно. И вообще, стоит ли такую рубрику делать. Что ж, еще раз скажу, что с вами был Артем. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии. И пока-пока. Продолжение следует...